Доброе утро, дорогие телезрители! Фестивальное лето в Беларуси продолжается. И надо сказать, что впереди нас с вами ждет интересное мероприятие, фестиваль, где белорусский рекордсмен Кирилл Шимко собирает своих друзей. О проекте для активных и здоровых людей поговорим с самим Кириллом и с руководителем отдела маркетинга фестиваля Сергеем Бодылевичем и концертным директором фестиваля Александром Комаровским. Доброе утро! Доброе утро! Я, ворот, в студии. Ну, начнем с самого начала. Расскажите, что это будет и где это будет происходить? Это будет фестиваль «Шимко собирает друзей». Вот так мы его назвали. Таким образом... Нескромное, скажу, Кириллу. Душевное название. Объясню, каким образом это произошло название. Дело в том, что собирая большое количество людей на свои дни рождения, а это делали мы всегда неформально, ну, в частности, в этом году, у меня день рождения зимой, и получилось оно ночью в лесу, на поляне. Холодно же. Порядка ста человек. Мы поставили сцену, поставили музыку, делали шашлыки, всевозможные конкурсы придумали. И всем настолько безумно понравилось, что, я говорю, слушайте, ну, давайте летом чего-нибудь подобного рода-то забудем, с палатками, кемпингом, ну, и так далее. И к этому шел, знаете, вот совершенно несколько лет, просто анализируя, спрашивая у людей, что вот вам нравится. И, глядя на то движение, которое происходит, по сути дела, сегодня, массовые мероприятия, которые происходят, они исключительно направлены на, с моей точки зрения, я говорю, конечно же, на совсем молодежь. Вот, там, мое поколение, люди чуть постарше, их интересует несколько иной, не хочу говорить слово «формат», их интересует несколько другая вещь. То есть, это фестиваль, мы делаем клиента ориентированным, говоря бизнес-языком. То есть, мы хотим дать людям то, чего они хотят. Это о чем я имею в виду? Ну, первое, если коснуться музыки, то есть, это должны быть хиты 80-х, 90-х, 2000-х. То есть, это мировые хиты. Далее, соревнования собираемся сделать по массовому поеданию еды, всевозможной, различной. Вот это я люблю. Слушайте, ну, это здорово, на самом деле, такая добрая-добрая вещь. Дальше, активности, которые происходят, например, спортивного характера, это не означает, что соберутся там крепкие ребята вроде меня и начнут там между собой мериться силами или еще чего-то. Нет, ни в коем случае. Это означает, что привлечение людей к этому, как внедрению, это означает, что любой желающий может, условно говоря, постучать по лапам профессионалу, боксеру, который оденет лапы и просто, ну, покажет, как это может быть. Вы плохого с ним не сделаете? Да, я понимаю, что много всяких развлечений. Хорошо, Кирилл, тогда вопрос немножко другого рода. Фестивали на этот год в Минске и вообще в Беларуси запланировано невероятное количество, совершенно разных. В чем, вот, например, я хочу обратиться к вам, Сергей, с вопросом, в чем фишка вашего фестиваля, в чем он будет коренным образом отличаться от всех других фестивалей? Потому что на других и едят, и пьют, и гуляют, и танцуют, и поют, и в конкурсах участвуют. В прочем, почему к вам нужно идти? Ну, вот, правильно сказали, на других фестивалях танцуют и поют. На этом все начинается, на этом все заканчивается. Так как это фестиваль здорового образа жизни, здесь будет упор именно на здоровый образ жизни. И то, что будет конкурс по поеданию, это один из примерно 100 тех активностей, которые там будут. В том числе будут перетягивания канатов через реку. Кто когда-либо это делает в Беларуси? Никто и никогда. Через реку никогда? Да, потому что проигравшей стороне придется купаться в холодной ислочке. Ой, какое хорошее мероприятие. Будут всякие силовые тренажеры, которые не на тренажерах как таковых базируются, а это будут поднять бревно. То есть, так как это на природе, это все связано с природой, и придется с этим всем взаимодействовать. Та же речка, всякие тяжелые весы, а-ля гири и так далее и тому подобное. То есть, здоровье, здоровье, еще раз здоровье. Все, чему Кирилл посвятил всю свою жизнь и посвящает, с этим и связан весь фестиваль. То есть, когда к вам приходит гость, вы будете его досматривать, чтобы никаких сигарет, никаких вообще соков консервированных вредных тоже не было при себе. И кока-колы. И кока-колы, понятно. На самом деле, мы никого не будем досматривать, но точно можем сказать, что на нашем фестивале не будет никакого ни алкоголя, ничего вредного, что мешает здоровому образу жизни. Но мы никого не будем ограничивать. Один из принципов – не влиять на свободу человека. Вот вы там курите, например? Я нет, вы что? Ну, увидите. Или это вы мне просто глядя глаза, боитесь от этого? Нет, я вас не боюсь. Александр, вопрос к вам. Вы отвечаете за музыкальное наполнение фестиваля. Расскажите, кто петь будет на этом фестивале? Два дня он проходит будет, да? Две ночи, да? Две ночи. То есть, у нас 21-го заезд активный, у нас же кемпинг будет, извините, 500 палаток будет стоять. Еще существенное отличие, которое я хотел бы сказать. У нас не существует гостей. Все приглашенные люди являются участниками. А это значит, что вот по принципу, когда люди выезжают на кемпинг, кому-то поручают, там, отвечать за костер, кто-то там ставит палатки, кто-то там накрывает на стол и так далее. Принцип тот же самый, только масштаб совершенно иной. Александр отвечает за музыку. Дай ему рассказать. Давай, сейчас я расскажу. А теперь ты и сидишь. Вот формат мероприятия в музыкальном плане мы решили сделать, что это будут только хиты 80-х, 90-х и 2000-х. Поэтому выступать у нас будут в основном кайр-бенды, но очень достаточно известные. Это прайм-бенд с Александром Кисом, замечательным нашим гитаристом. Также это будет группа «Калибри», опять же, с замечательной вокалисткой Викторией Шуйко. Это будет группа «Вольная» из Новополоцка. Ну и, конечно, хит. Наш хит – это группа СДС, это ребята из Украины, которые приедут, порадуют нас хитами группой СДС. Диджей будут играть? Да, разумеется. Да, потом будет дискотека, конечно же. Расскажите мне, Кирилл, а может, какой-то новый рекорд вы припасли? Это и есть, по сути дела. Собрать друзей. У меня, знаете, всегда была мечта. Собрать всех людей, кого я знаю, с кем пересекался в жизни. Вот это правда. Дело в том, что мы вроде бы шутим и говорим, а ведь жизнь человека из чего состоит? Из ярких эмоциональных моментов, которые запоминаются в своей жизни. Ведь, ну, скажу, может быть, не очень приятную вещь, но тем не менее это философское и нужное. Каждый человек родился, и каждый человек умрет. Жизнь настолько скоротечна и быстра, что зачастую за своими повседневными проблемами мы не успеваем уследить и общаться. А очень важно, когда встречаемся мы. Вот задумайтесь. День рождения, свадьба и, извините, когда ласты. Ой, ну давайте не будем огрозки. У нас минуты осталось времени, и все. Расскажите, куда ехать, как ехать, на чем ехать и добираться. И какой должен быть костюм? Маскарадный костюм должен быть, конечно. Мы даже хотим повеселиться, самостоятельно ехать. У нас нет входных билетов, у нас есть приглашение. То есть это либо люди идут по приглашению, по рекомендации. Мы все должны зарегистрироваться на сайте шамко.бай. Они получают там соответствующий порядковый номер. Мы будем разыгрывать всевозможные призы, подарки и участие в всевозможных интересных конкурсах. Парковка для автомобилей там будет какая-то отдельная, что можно... Ну, это все происходит в лесу, конечно, будет парковка, но... На зеленой зоне. Если человек приедет, то что делать там будете, а? Парковать. Парковать, да. Парковать, да. Парковать. А потом доставать машинки оттуда, откуда не нужно. И еще раз, как проехать, куда ехать? Это 35-й километр по Гродинскому направлению, берег реки Ислач. На сайте имеется подробная карта. Заходите, регистрируйтесь, да. И... Ну, я вот знаю, что вы нас с Глебом тоже пригласили. Нам тоже нужно регистрироваться, или мы так придем скажем? Безусловно. У нас ВИП-зоны не существует, у нас все равны. Как в бане. У нас будут полевые бани, между прочим. Ой. А знаете, что это такое полевая баня? Нет. Вы бывали когда-нибудь в таежной бане? Нет. Вот. И большинство людей не знает, что это такое. Чай пьем из самовара на дровах, между прочим. Вот это я даже умею растапливать самовар. Значит, мы вас ставим ответственность за... Спасибо вам огромное. Все, дорогие друзья, времени больше нет. Можешь к нам прийти и об этом всем рассказать. Ну, и удача вам, конечно же. Хочется надеяться, что все пройдет без сучка и задоринки. И это станет... Шимко собирает друзей. Фестиваль традиционным. Кирилл, удачи тебе. Да, и причем, представляешь, несколько раз в год. И зимой, и летом. Еще весной, можно и осенью. Спасибо. Большой успех вам. Ну, а сейчас мы с вами отправляемся в театр.